Здесь мы видим ходьбу с ходунками, но ходунки не ралаторы. Да, но она говорит, что они вроде как передвигаются, вот, типа они шевелятся, как правая левая нога вдоль своей оси. Ну, типа ты их перемещаешь, поочередно перемещаешь оба края. Но здесь может быть так, что ребенок будет провоцировать моноблок, то есть делать шаг правой ногой и правую руку перемещать вперед, перемещая вот правый край ходунков, что является таким неправильным. Ну вот, она ему вроде помогает перемещать, но запаздывает, не успевает, либо приспособиться надо. Но я, в общем, ему сказала, лучше стулом это делать, если мы толкаем. Да, пока просто толкать, чтобы именно толчковую фазу шага отработать. Это вот здесь, получается, вопрос ротации мы не решаем, но мы можем здесь активизировать функцию икроножной мышцы и ягодичной. Плюс еще вот в этом видео или в прошлом, она говорила о том, что еще и сзади ему коленками подпирает. То есть ему не хватает все-таки силы держать свой вес полностью в таком положении. И у него еще и опора сзади идет в виде маминых ног. Таз, получается, подпирает. Ну, во-первых, очень хорошо, что они это используют. Используют, например, костюм и Ване. Интересно ходить, это очень важно. Очень важно стимулировать Ваню как можно больше находиться в положении стоя, как можно больше перемещаться вертикально. Это очень здорово. Ну, вот здесь, правда, им нужно подредактировать вот эту ходьбу, подкорректировать, сделать ее более правильной. Может быть, правда, не обязательно сосредотачиваться на вот этот ходунок, а ходить со стулом и давать больше ротации. Ну, а вообще, кстати, я вот смотрю, если мама, например, дает много ему поддержки, поддержки, например, за спиной, своими коленями, то значит, он не держит, да, корпус. И, соответственно, просто с этими ходунками он не сможет ходить по улице тогда, в таком случае. Ему, значит, нужны ходунки. Ему ходунки, заднеопорные ходунки, которые он будет просто тянуть за собой и идти. То есть, чтобы ему больше вес тела, переносить центр тяжести вперед, переносить центр тяжести вперед, не отклоняться назад, а нести вперед за счет того, что ты будешь как раз тянуть за собой вот эти ходунки. То есть, ему ролаторы, ему ролаторы, которые он будет тянуть за собой. Вот так, оптимально, чтобы он и на улице мог тоже ходить. А у него с такими ходунками не будет, наоборот, ускоряться ходьба? Если она его держит ногами, придержит, то он, скорее всего, заваливается назад. Понимаешь? А здесь ему, получается, для того, чтобы перемещаться, нужно будет, наоборот, перенести вес тела вперед. То есть, у него не хватает центра тяжести, смещенного вперед, за счет передней функциональной линии. Вот он идет вдоль стены. Тут вот я прям похвалила за опору рук. Он все-таки чувствует ее. Не боится. Страшновато, конечно, но он все равно еще опыт такого отрицательного мало, и нужно положительно закреплять. Да, вот он все-таки, смотри, от стенки постепенно отходит. Смущается. Очень хорошо, да, то, что он идет вдоль стены, и нужно больше, опять же, здесь провоцировать его к вот этому способу перемещения внутри жилищного помещения. Очень хорошо. И приставной шаг, который запускает отводящую группу бедра, отводящая функция тазобедренного сута, очень важно. Ну и, соответственно, вертикальное перемещение, которое для нас является функциональным и значимым, социально значимым. Так что, вот увеличивать вот это время. Пропал, Роман Сергеевич. Да, пропадает видео, да? Пропал. А сейчас есть звук? Не пойму, у меня проблемы с этим или нет? Так, ну ладно тогда. Мы, в принципе, разобрали здесь ходьбу с ходунками и ходьбу вдоль опоры, вдоль предметов мебели. И мы видим, что ребенок здесь шел в положении, стоя, ну, опираясь на стену. И опираться за стену гораздо сложнее, чем, например, опираться за горизонтальные поверхности, такие как диваны, столы, кресла. Значит, это прям очень такой хороший навык. Если продолжать его развивать, то мы будем работать над устойчивостью вани и формировать больше функциональности для того, чтобы перемещаться вертикально. Уже не только боком, не только приставными шагами, но и лицом вперед, перемещаясь в сагиттальной плоскости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...